В специнтернате Актобе опять избивают детей инвалидов. В рукоприкладстве подозревают санитаров. Сейчас в учреждении проживают 55 воспитанников. Из них больше половины отказники. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Эти кадры теперь важная улика. В прокуратуре уже начали расследование. Лейла Уесова с подробностями. В избиении 8-летнего ребенка заподозрили двух санитаров в возрасте от 20 до 30 лет. На них пожаловались прокурорам, которые сразу же выехали в спецучреждение. Все случившееся попало на камеру видеонаблюдения. Эти кадры теперь важная улика. В прокуратуру города Актобе поступило сообщение о том, что в Центре социального обслуживания номер 1 работники избивают детей. Установлен факт избиения детей работниками Центра социального обслуживания номер 1. По данному факту прокуратурой города Актобе возбуждено уголовное дело. На лице ребенка и правда обнаружили синяки. В самом центре факт избиения отрицают. Мол, на видеозаписи трудно понять, кто именно оттолкнул мальчика от двери. Но удар был настолько сильным, что он упал на пол. Достоверно ничего не известно на видео. Видно, что двое детей ссорятся между собой. И тут ребенок хватается за нос, плачет и уходит. Возможно, он пострадал именно тогда. И к тому же санитара на тех кадрах нет. Нужно разбираться. Обвинять точно пока нельзя. Здесь живут дети с ДЦП, синдромом Дауна и задержкой умственного развития. Все они нуждаются в особом уходе. Но закрепить за каждым подопечным индивидуального воспитателя невозможно, говорят специалисты. Здесь жалуются на острый дефицит кадров. Говорят, молодые работники часто увольняются уже после первого дня работы. Центр социального обслуживания находится в одном здании с домом ребенка умыт. Им предоставили крыло с отдельным входом площадью 730 квадратных метров. Да, им тесно. С этим согласен. Ищем совместно с Акиматом другое место, чтобы перевезти туда специнтернат. Но пока не нашли подходящее здание. К слову, это уже не первый случай истязания детей в стенах этого спецучреждения. В прошлом году за избиение особенных воспитанников осудили сразу трех санитаров. Они получили по четыре года ограничения свободы. После инцидента санитаров отстранили от работы. К расследованию подключились и сотрудники полиции. Там тоже внимательно изучают видео и выясняют обстоятельства случившегося.